Здравствуйте! Разберем значение незаменимых аминокислот. Организм усваивает аминокислоты, в каком бы виде они ни поступали в организм, индивидуальном или в составе белковых молекул. С помощью гидролитических ферментов белки в пищевом тракте все равно разбиваются на части. Это особенность улучшать наше меню добавлением в пищу тех аминокислот, которых в ней недостаточно. Например, в Японии булочки школьникам сдабривают лизином. Его в пшеничной муке мало. Лизин нормализует кровообращение, поддерживает необходимый уровень гемоглобина в крови. Триптофан является фактором роста. Он особенно необходим детям. А для взрослого человека необходим как восстановитель тканей. Можно найти его в корке хлеба. Если мы возьмем только испеченный хлеб в руки, и запах его зависит от трриптофана. Метионин обеспечивает нормальный рост детей, предупреждает ожирение печени и атеросклероз. Используется как лекарство. Люди, подвергающиеся сильным физическим, психическим нагрузкам, летчики, спортсмены, шахтеры, учащиеся и т.д. Нуждаются в особом рационе питания, который создают, сочетая обычные пищевые продукты с искусственными аминокислотами. И для больных людей тоже создают особые рационы питания. Альфа-аспарагиновая кислота, написанная ее формула, производится тысячами тонн. В сочетании с глицином, тоже формула я дана, она используется для придания кондитерским изделиям и напиткам различных оттенков кислого или сладкого вкуса. В шенице не хватает лизина. В кукурузе трриптофана. В рисе трианина. Добавляя к этим продуктам недостающие кислоты, можно повысить их пищевую ценность.